всем привет я рада вас видеть на своем канале сегодня будем готовить буженину в духовке такое блюдо всегда украсит новый год или любой другой праздник придется по вкусу любому но рецепт у нас будет необычным а по мотивам мясо орлов а позже я вам расскажу его историю для приготовления нам понадобится мясо лук помидоры шампиньоны сливки сливочное масло сыр ветчина кинза или другая зелень полное описание продуктов вы найдете внизу под видео с помощью тонкого ножа или шпиговальной иглы делаем множество углублений на половину толщины мяса затем делаем небольшие надрезы оставляя 1 сантиметр так чтобы окорок оставался одним куском общее количество кусочков у нас получилось 8 история этого рецепта уходит корнями в 19 век когда во время службы у царя алексея федоровича орлова французский повар посвящает этот рецепт ему отсюда название мясо орлов это мясо запеченное в духовке с беконом сыром и грибами блюдо очень распространенное во французской кухне что мы делаем дальше теперь нам надо замариновать наше мясо солим его перчим можно нашпиговать чесноком но у меня чеснок сухой поэтому я его хорошенько натираю чесноком и если у вас есть какие-то другие любимые специи вы можете также натереть их другими специями и отставляем мариноваться на 30 минут у меня смесь специи сельдерея сезам и горчицы не забудьте подписаться на мой канал чтобы не пропустить новые оригинальные интересные видео сверху кладем несколько кусочков сливочного масла лук и ставим в разогретую до 180 градусов духовку запекаться на 1 час пока буженина запекается в духовке мы приготовим сливочный соус из грибов лука и сливок небольшими кубиками нарезаем лук средними кусочками нарезаем шампиньоны и мелко мелко нарезаем зелень у меня для меня это кинза до золотистого цвета обжариваем лук к луку добавляем шампиньоны солим перчим добавляем специи по вкусу хорошо перемешиваем шампиньоны выливаем сливки зелень хорошо перемешиваем оставляем тушиться минут на пять при закрытой крышке час прошел наша буженина испеклась вот такая она красивая у нас получилось и аромат стоит на всю квартиру и просто не передать какой пахнет очень очень вкусно жареным мясом и сейчас мы будем выкладывать между кусочками ветчину сыр и помидор поочередно в прорезы вот таким образом кладем ломтик сыра ломтик помидора и ломтик ветчины можно чередовать например в одну ломтик сыра и ломтик помидора в другую ломтик ветчины смотрите сами по вашему усмотрению блюдо получилось очень красивое праздничное и ароматное очень советую попробовать вам этот рецепт он не отнимет у вас много времени на приготовление результат порадует всю семью а с вами была виктория подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями пишите мне свои комментарии а я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч а